Добрый день! Ну, это зависит от того, что я смотрю. То есть какие-то бюджетные, наоборот, какие-то масштабные ленты, какие-то такие панорамные работы стараюсь смотреть в кинотеатре, чтобы получить полноту впечатления. Вещи менее панорамные, ну, скажем, бюджетные какие-то, можно и дома посмотреть. То есть те вещи, где главная мысль какая-то, не обязательно зрелище. Ну, понятно, что «Звездные войны» лучше смотреть в кинотеатре. А «Тарковского» можно посмотреть и на маленьком экране. А ты выбираешь, ориентируешься на новинки или у тебя есть какие-то жанровые предпочтения? Ну, вообще есть жанровые предпочтения. Я люблю фантастику. Поклонник фантастики, фантастического жанра. Вот. Также мне нравятся историко-эпические работы. Ну, триллеры, возможно. Не люблю комедии, не люблю молодежные комедии, мелодрамы. Вот. Это практически не смотрю. Никогда. А почему люди смотрят кино? Почему ты смотришь кино? Вот то, что ты смотришь. Не верю, этот вопрос поставил тебя в тупик. Этот вопрос поставил меня в тупик. Почему я смотрю кино? Ну, да. Это развлечение? Это искусство, может быть? Ну, для меня все-таки это некий такой средний вариант, да, нечто среднее между таким серьезным искусством, допустим, литературным произведением, вот, и искусством доступным, популярным, не знаю, как еще можно назвать, искусством, которое не требует для своего осмысления, вот, восприятия какой-то глубокой интеллектуальной работы. Вот. То есть, с одной стороны, хочется иногда и чего-нибудь легкого, да, но, тем не менее, хочется и подумать, вот, поразмыслить, осмыслить как-то. Если стоит выбор, современное русское кино или современное голливудское? Ну, я бы не стал так дифференцировать строго. То есть, только Голливуд, только отечественное кино. Потому что и там, и там есть хорошие вещи, и там, и там есть глубокие провалы. Ну, например... Про провалы не надо. Про провалы не буду, да. Вот, хорош Голливуд до 2000-го года. Ух ты. То есть, даже если мы возьмем боевики, да, ну, уж совсем... Матрица 99-го, если не ошибаешься. Матрица 99-го. Я считаю, что все-таки хороший Голливуд. Вот, вот, но даже те истории, да, которые, истории, которые положены в основу боевиков в 90-х годах, вот, они отличались более качественной проработкой, чем те истории, которые положены в основу современных боевиков. То есть, Голливуд современный, аскудел на истории. Вот. Ну, ты говорил, что зрелище тоже, в общем-то, тебя привлекает, и... Ну, здесь должен быть какой-то баланс между содержанием фильма и внешним исполнением. Вот, потому что ходить и смотреть фильм только за счет того, что он зрелищный, да, я бы не стал, наверное. А назови фильмы, которые ты пересматривал, и, там, не раз, например. Не раз. Ну, наверное, это «Звездные войны». Угу. Вот, все шесть эпизодов. Вот, одни из самых... Ну, одна из самых таких вот замечательных картин, на мой взгляд, потому что... Ну, это соединяет и любимый твой эпос, и фантастику. Да, совершенно верно. Наверное, это «Властелин колец». То же самое. То же самое, да. Вот, пожалуй, одни из самых таких любимых фильмов. А как часто ты можешь ссылаться на фильмы, ну, цитировать какие-то вещи, когда ты разговариваешь с православными, там, ну, с прихожанами, например? Ну, смотря с кем я разговариваю. Вот. То есть, в молодежной среде, да, уместно приводить примеры из «Матрицы», допустим. Вот, примеры из фильма «Начало». Ну, вот, если я разговариваю, ну, скажем так, с преподавателями, да, с теми людьми, которые заняты... Ну, лучше Старковский. Да, тогда лучше Старковский. Ну, опять же, не то, что я ставлю своей целью обязательно рассказать, вот, привести в пример что-то из фильма. По ситуации. По ситуации. Потому что иногда это бывает, ну, является неким мостиком, которым можно проложить освещение как человеку. Но ни в коем случае это не самоцель, это просто инструмент. Точно так же я могу использовать цитаты из современных романов или классических романов. Поэтому не так, что я смотрю кино для того, чтобы использовать потом это, да, проповедовать или ради красного словца специально вставлять в проповедь. Нет, ни в коем случае. Ну, а компьютерные игры в таком случае, они как-то в твоей жизни присутствуют? Ну, был период, наверное, да, как у многих, вот, во время студенчества, действительно, когда они только начали появляться, вот, когда было время, был интерес, я играл в компьютерные игры. Вот, в основном, вот, как сейчас помню, Warcraft второй, потом SimCity. Ну, слушай, ты называешь, у тебя предпочтения и в кино, и в играх практически одинаковые. То есть, это цельные миры, в которые человек, ну, игрок или зритель погружается. Обычно как раз за это в ультраправославных брошюрках и ругают компьютерные игры и кинематографы, что они отрывают человека от реальности. Этой проблемы ты не ощущаешь? Ну, есть такая проблема, но здесь, наверное, любой художественный вымысел – это виртуальная реальность. И любой художественный вымысел, будь то отдельное произведение, там, Толстого, Достоевского, или же это игра Warcraft, да, где реконструироваться, создаётся целый мир, вот, они одинаково могут затянуть в себя человека. Поэтому, ну, очень искусственное, по-моему, различие. А что в играх положительного? Положительного? Да. В играх? Да, ну, ты же там в играх, ты действуешь. Если кино ты просто потребляешь, и, может быть, идёт какая-то внутренняя работа, а в играх ты действительно там присутствуешь. Ну, сейчас уже как священник, да, и как человек, который играл всё-таки, ну, не на уровне такого заядлого геймера, да. Киберспортсмена. Да, киберспортсмена в эти игры, я не могу сказать, что в играх есть что-то положительное. Я бы скорее говорил об отрицательных моментах. Например? Потому что игра действительно, она очень, ну, за счёт того, за счёт своей образности, да, она как раз-таки подчиняет волю человека. И человек действительно уходит в этот мир с головой. Вот, поэтому я бы всё-таки указал больше на отрицательные моменты компьютерных игр. Хотя, безусловно, есть, опять же, момент какого-то отдыха, да, отвлечься. Вот, но ради этого можно просто поиграть там в тетрис или в минёра. Потому что для увлекающихся натур я бы не рекомендовал связываться с компьютерными играми. Тем более, что сейчас, ну, для молодёжи это целая проблема. Хорошо, давай тогда посмотрим, ну, создим некую альтернативу. Вот, если есть компьютерные игры и кино, ты бы выбрал кино. Я бы, да, безусловно, я бы. А если есть кино и что-то ещё более предпочтительное, чем кино, это будет... Нет, ну, если мы говорим всё-таки об искусстве, да, то, безусловно, это литература. Литература. Литература, да. Чем больше свободы для человека, тем лучше. Безусловно, безусловно. То есть человек должен максимально быть неподчинён тому, чем он увлекается. То есть он должен управлять своими увлечениями. Своими увлечениями. И собой внутри своих увлечений. И собой внутри своих увлечений. Сформулировал я за тебя твою мысль. Спасибо. В разговорах на «ты» был священник Дмитрий Борисович со своим отношением к кинематографу и компьютерным играм. До встречи. Дмитрий Борисович